Помыла посуду? Нет, мам, я уроки делаю. А еду приготовила? Нет. Нет, ты посмотри на неё. Совсем уже от рук отбилась. Вообще-то ты обязана всё делать по дому. Я тебя кормлю и одеваю, так что будь добра, отрабатывай. Мам. Что, мам? Я должна прийти, а здесь всё сияет. И наготовлено минимум пять блюд. Я не домработница. Замолчи и займись уже делом. Алиса, а ты что, брала мою бритву? Ну да, просто меня уже дразнят за то, что у меня ноги волосатые. Я просто в шоке. Кто тебе разрешал её трогать? Тебе четырнадцать лет. Ну какое бритьё? Мам, ну так это нормально. Снимай бельё. Зачем? Я не буду этого делать. Что, тоже уже там побрила? Ты для кого это делаешь? Для себя. Для себя? Что, уже с пацанами вовсю развлекаешься? Пошла вон. Позорище. Ксюш, я больше твои фирменные блинчики есть не буду. Почему? Зачем ты их делаешь на грудном молоке? Ну я не только его в блинчики добавляю, ещё и к тебе в кофе. Фу, зачем? Ты чего? Это же так полезно. Я видела, как тебе было вкусно. Меня сейчас тошнит. Так ты молочка выпей, сразу попустит. Знаете, меня так бесят одинокие мужчины. Почему? Почему мы, женщины, должны следить за их чужим ребёнком? Ну, вы можете не сидеть. В чём проблема? Мне вот, знаете, очень интересно, что это за мужчина такой, от которого женщина ушла? Ну, это же не мужчина вообще. Ну, вы же тоже одинокая мать. Ой, это другое. Пожалуйста, не путайте. А-а-а. Как же меня раздражают женщины за 30 и без детей. Почему? А все такие неуставшие, деловые, карьеристки. Так и хочется, чтобы она взяла эту коляску и потягала. Но рожать ребёнка, это было ваше решение. И завидовать этому не надо. Курицы общипанные. Бесят меня. Ещё и в дорогих шмотках ходят. А я, а я в обносках десятилетней давности. Ну, тогда нужно было не рожать. Вы что? Вообще-то дети, это цветы жизни. А эти курицы на жизнь непонятно чем зарабатывают. А чем вы? А я на детские пособия живу. Концы еле-еле свожу. Здравствуйте. Я на мужской шугаринг. Да, проходите. Только есть одна маленькая просьба. Какая? Ну, вы можете делать шугаринг без перчаток. Мужчина, кабинет покиньте. Милая, ну я доплачу. Сколько? Десять тысяч? Ладно. Пришли результаты экзаменов. У тебя девяносто девять баллов. Да. Мамуль, мы пойдём с классом праздновать. Почему ты не добрала один балл? Мам. Я задала вопрос. Ты полное ничтожество. Ты в курсе, что ты опозорила меня своим результатом? Это высший балл. Это высший балл. На медаль это никак не влияет. Да мне плевать. Ты такая же, как и твой отец. Глупая и бездарная. Сыночек, ванна уже готова. Иди в душ. Мамулечка, можно я, пожалуйста, сегодня сам покупаюсь? Ещё чего. Вода, видел, какая дорогая? Мне кажется, это ненормально. Мне сорок лет, а ты меня купаешь. Нормально всё. Мне нравится купать тебя, сыночек мой. Ты уже мужик здоровый. Да, прям, мужик он. Ты мой маленький пупсичек. Я там новую пенку купила и уточек. С ванилькой? Ага. Ладно. Только в последний раз. Вы действительно заставляете свою дочь чистить зубы после каждого приёма пищи? Да. А что здесь такого? Это обычная гиена. Сколько примерно раз в день она их чистит? Ну, где-то раз, раз двенадцать. После напитков тоже нужно. И не важно, вода это или нет. А как она в школе это делает? Отпрашивается с уроком. Я прошу её, чтобы она снимала мне на видео и отправляла мне. Я должна контролировать этот процесс. Да, мне нравится, когда пахнет изо рта. Фёдор Викторович, можно выйти? От меня опять на весь глаз будет вонять. Ой, не выдумывай. Скажешь, делала уксусную маску для волос. А чё с Лизой никто не общается? У неё вши. От неё уксус на весь глаз спрёт. Я с ней тоже общаться не буду. Вдруг заразит. Здравствуйте. Дайте, пожалуйста, смесь для грудных детей. Вы что, кормите ребёнка смесью? А где ваше молоко? Ну, у меня с этим небольшие проблемы. Его очень мало и мне больно. И что ж вы за мать такая? Вы вообще в курсе, что смесь это отрава? Нормальная мать. А вот у меня трое детей. И я всех до сих пор кормлю грудным молоком. Старшему, между прочим, уже 13. Знаете, я всё-таки думаю, что ненормальная мать – это вы. Нина Владимировна, у вас в классе Алена Фролова? Да. А что такое? Нам пришло письмо из полиции. Девочку изнасиловали. Пожалуйста, будьте аккуратны. Конечно. Здравствуйте, дети. Садитесь. А вы уже слышали новость про Алену Фролову? А что ты так смотришь? Может, расскажешь нам, как это быть проституткой в девятом классе? Под мужиком понравилось лежать? Изнасиловали её. Задница вертела, вот и получила. Форох. До встречи. médico. Товони. Под мужиком. Продолжение следует...